Всем привет! С вами Александр Иванов и проект Хемия Просто. И сегодня мы с вами поговорим про абсолютный спирт. Практически всем из вас известно, что чистый спирт, продаваемый в аптеках или где-то еще, не может быть стопроцентным. Он содержит 4,43% воды, все остальное это этиловый спирт. Его также называют этанол. Однако все-таки возможно получить стопроцентный спирт. Его также называют абсолютным спиртом. Он практически не содержит воды. Давайте посмотрим, как его получить. Во-первых, нам понадобится медный купорос. Его формула Купрум С4 умноженная на 5 молекул воды. Многим домашним химикам он хорошо известен, так как именно из медного купороса выращивают красивые синие кристаллы. Его также называют сульфат меди или сернокислая медь. Взвесим немного кристаллов медного купороса в фарфоровой чашке. Можно и в чем-то другом, но так красивее. Затем поместим его на пару часов в сушильный шкаф. Мы выставили температуру в 170 градусов Цельсия. Сушка продолжалась примерно 3 часа. Как видите, медный купорос стал бледным, хотя изначально он был синим. Во время сушки мы выгнали кристаллизационную воду, то есть те самые 5 молекул воды, которые входят в состав кристаллогидрата. Тем самым мы получили безводный медный купорос, формула которого просто Купрум С4. Если теперь капнуть пару капель воды на полученный безводный сульфат меди, то увидим, как он снова приобретает знакомый нам синий цвет. Безводный медный купорос насыщается молекулами воды, поглощая их. Вернемся к спирту. Засыплем полученный безводный сульфат меди в коническую колбу, нальем туда спирт и закроем пробкой. Теперь остается только ждать, когда вода из 95% спирта будет поглощена безводным сульфатом меди. Обычно на это хватает и суток, но у нас колба так простояла примерно неделю. Хорошо видно, что цвет сульфата меди стал более синим, так как он поглотил воду. Если сравнить с просушенным, то разница хорошо видна. Абсолютный спирт кипит при температуре 78,39 градусов Цельсия, в то время как 95% спирт кипит при температуре 78,15 градусов Цельсия. Для того, чтобы получить абсолютный спирт, можно было использовать негашеную известь, кальций О, безводный хлорид кальция или молекулярное сито. Ну что ж, абсолютный спирт мы получили, теперь надо с ним что-то сделать. И нет, не пить. Давайте сравним его свойства и свойства 95% спирта. Для этого нам понадобится обычный металлический натрий. Абсолютно всем известно, как выглядит металлический натрий и что он хранится в керосине, подальше от воды. Хотя в нашей склянке вазелиновое масло. Прежде чем что-то делать с натрием, его надо хорошенько обтереть от масла. Для этого подойдет обычная салфетка. А вот так на самом деле происходит съемка. Вот здесь капает вода, а здесь натрий. Берем кусочек побольше. Самое смешное, что все очки одели, вот там стоят, с натрием работаем. Что-то я не видел, чтобы вы раньше с очками всегда ходили. Итак, эксперимент, который нарушает технику школьной безопасности. Детям так делать нельзя. Натрий в руках. Вот так легко и просто сухими руками можно подержать металлический натрий. Повторять этого, конечно, не стоит, но вот такой вам удивительный факт. Постепенно пальцы начинают потеть и начинает щипать. А когда моешь после этого руки, то они становятся как будто бы мыльными. Вернемся к абсолютному спирту. Нальем в пробирку абсолютный спирт. Затем бросим в него кусочек металлического натрия. При взаимодействии натрия со спиртом образуется этилат натрия и выделяется водород, который поднимает и удерживает кусочек натрия на плаву. Спирт обладает слабо выраженными кислотными свойствами и подобных кислотам взаимодействует со щелочными металлами. Теперь проделаем все то же самое, но с обычным 95% спиртом. Видно, что натрий взаимодействует более интенсивно, чем с абсолютным спиртом. Все из-за того, что в спирте присутствует вода, с которой взаимодействует натрий. Параллельно идут две реакции. В данном случае полученный раствор становится мутным, так как образуется гидроксид натрия, который плохо растворим в спирте. К тому же пробирка сильно нагрелась, а вот в случае с реакцией абсолютного спирта и натрия пробирка не нагрелась. Ну а теперь опыт, который мы никак не могли обойти стороной для завершения сравнения. Возьмем натрий и бросим в чистую воду, где нет спирта. Да, вы видели эту реакцию миллионы раз на просторах интернета. А теперь надо ответить на один важный вопрос. Для чего и где вообще применяют абсолютный спирт? Сразу отметим, что абсолютный спирт не применяется для бытовых нужд, но зато широко используется в различных отраслях. Например, в лакокрасочной промышленности он используется как растворитель. В химической промышленности применяется для синтеза этилена, диэтилового эфира, уксусной кислоты, ацетальдегида. Также он применяется для получения моющих и чистящих средств. Используется в чистом виде, как топливо для ракетных двигателей и двигателей внутреннего сгорания, а также в виде добавок к ракетному и автомобильному топливу для повышения его качества. Если же говорить вообще про спирт, тот же самый 95%, то сфера его применения просто огромная. Например, в парфюмерии и косметике, как основной компонент для деколонов, духов, аэрозолей и так далее. Если брать пищевую промышленность, то растворите и тех же самых пищевых ароматизаторов. В медицине же спирт применяется и как антисептик для рук, и как антидот при отравлениях метиловым спиртом и этиленгликолем. А на этом все. Подписывайся, ставь палец вверх, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, не забывай поддерживать проект и обязательно рассказывать друзьям. Пока!